всем добрый вечер потому что это видео я снимаю вечером я хочу немножко рассказать что со мной происходило событий было очень много что-то мы не будем вдаваться в какие-то подробности но у меня действительно очень многое произошло были большие неприятности это никак не связано с моим здоровьем это связано с тем что когда ты не досыпаешь ты становишься менее внимательным и можешь вляпаться в очень большие неприятности но это мы опустим потому что эти неприятности ушли в прошлое мы поговорим о том что я поменяла работу я ушла с ночных смен после того как это все произошло мы поговорим о иммиграции мы немножко поговорим о ю тубе просто с вами поболтаем но знаете перед тем чем просто начать своих болталку свой такой диалог с вами потому что потом мы будем конечно общаться и надеюсь комментариях всем большое спасибо кто верил в то что я быстро вернусь всем спасибо кто желал мне всего хорошего вы знаете наверное вашей поддержкой вашими хорошими мыслями в моей жизни все очень быстро встала в норму и как бы я опять на коне я опять хочу работать и я даже вышла из депрессии потому что все что происходило она меня ввело в депрессию ну что ж начнем по порядку естественно недосыпание туда-сюда меня привели очень такой знаете сложной для меня ситуации я попала в большие неприятности которые я не думала что так быстро для меня закончится я сейчас не буду это обсуждать потому что это абсолютно лично которое знали только мои близкие друзья и моя семья но эти люди которые в этом были естественно замешаны могу только сказать что все разрулилась я этому безумно рада также те которые наблюдают за видео конкретно за какими-то моими болталками уже говорила что возможно мой муж с 1 декабря останется безработный мой муж 1 декабря официально стал безработным и мы сейчас действительно очень активно готовимся к эмиграции конечно это съедает очень много времени потому что может в течение 3-4 месяцев должен уехать и после мужа мы планируем что в течение двух месяцев должна с выехать я благодаря старшему сыну я думаю что переезд пройдет очень плавно достаточно безболезненно и сейчас мы активно этим подготавливаемся потому что нам нужно здесь оставить недвижимость которой нужно решить что и как правильно делать но что я вам хочу отметить когда ты знаешь и когда ты знаешь тут план что ты будешь делать если в твоей жизни та или иная ситуация произойдет то есть если ты готов к этой ситуации то она так мягко проходит ты ситуацию воспринимаешь на сто процентов положительно это здорово я безумно этому рада я безумно рада этой эмиграции безумно рада что мы начинаем наш переезд и мы действительно готовимся и мой муж который раньше даже не хотел об этом слушать абсолютно согласен с нетерпением ждет нас старший сын что очень радует воссоединение семье и наверное как для любых людей у которых пытливый ум которые любят что-то новое для нас это в жизни новая такой вызов и мы надеемся что этот вызов будет для нас достаточно положительность которым мы справимся конечно же я вас буду обязательно держать в курсе как и что происходит что происходит с миграцией когда муж переедет и как мы там будем обустраиваться потому что сейчас в мире непростая ситуация на фоне этой ситуации у нас начинается эмиграция естественно у нас ребенок который сейчас первый класс ходят поэтому я думаю задач придется решить много но мы наша семья этому рада мы очень-очень ждем эту эмиграцию мы очень хотим очень готовимся даже несмотря на все что в жизни происходит ну и наверное все что происходило плюс ночные смены у меня началась жуткая депрессия и еще наверное я так думаю что я взяла непосильный труд я очень много различных задач и работ попыталась себя взвалить в том числе официальную работу ночами работала я где-то до 16 смен в месяц и меня это привело к жуткой депрессии в жутком безразличию но я еще раз хочу поговорить вот и сказать тем людям которые склонны к депрессии я склонна к депрессии потому что у меня очень подвижная аптеку не очень подвижный характер я очень такой восприимчивый человек и очень эмоциональный человек хочу только сказать если с вами это происходит берите себя за волосы и начинайте просто тащить что я сделала я заставляла себя работать в своих магазинах на тот момент еще заставляла приходить ночные смены достаточно не сразу уволилась только после происшествия неприятности которые у меня случились но я пошла заниматься танцами мы не можем заниматься группами я просто взяла себе хореографа с которым занимаюсь индивидуально не за большие деньги еще занимаюсь современными танцами с любой депрессии вытаскивает моментально если так слову то в своем прошлом общем-то я достаточно профессиональный танцор и занималась очень долго танцами занимался это профессионально не больными это может быть когда-нибудь я расскажу и об этой своей жизни вот музыка ритм приятно опять почувствовать тело как она все знаете как бы у тебя заводится ты каждую мышцу прорабатываешь каждый мыс мускул каждая косточка движется и конечно музыка современная танцевальная музыка это что-то потрясающее потому что это просто тебя вытаскивает из депрессии не хватило двух занятий чтобы просто лететь и понять что я опять жила что я опять хочу вернуться на youtube потому что проблемы они как бы есть а потом их не будет и появилось желание снимать ролики по ними появилось желание снова стала ходить по магазинам хотя я себе не позволяла там не ходить потому что как мы знаем это торговля на ebay секундами это моя работа это один из основных моих доходов то есть ни одна другая работа не приносит мне столько дохода сколько приносит торговля на ибэйси и что все я на коне я опять живая и уйдя с ночных смен у меня освободилось время я стала высыпаться и депрессия знаете вот как языком буквально смысле слезала здорово я во всем желаю все кто впадает в депрессию тащите себя не давайте заваливаться ни в коем случае не ложитесь не закрывайтесь от других людей друзей и так далее наоборот общайтесь найдите себе какое-то занятие чем вы хотели когда-то заняться и начинаете этим заниматься я вот до этого случая не могла ничем заниматься то есть у меня как бы я не находила времени уже давно хотела вернуться танцами для себя начать танцевать какой-то постигнуть какой-то новый вид танцевальных упражнений новый вид танцев вот а сейчас я это смогла поэтому этим надо заниматься следующий момент я все равно работаю официально я перешла но сейчас я работаю официально у сына он мне предложил онлайн работу в своем бизнесе и я сейчас занимаюсь именно онлайн работой у сына за что получаю официальную зарплату конечно мне с моим характером для меня пойти работать официально на сына и получать зарплату это то же самое что потерять свою свободу борьба у нас с сыном шла не один месяц и когда я устроилась ночные моего сына был честно говоря шок он долго не мог понять почему если ему нужна помощь ему нужны работники я не иду и где-то за копейки пытаюсь работать он смог меня убедить но когда произошли неприятностей когда он сказал маму ну давай так мы не будем создавать проблемы там где их можно не создавать спасибо тебе сынок ты меня буквально вытащит меня буквально опять как говорится дал жизнь потому что помимо того что работа у сына официально я еще могу заниматься и своим любимым и быем секонд эндами и даже вернулась на youtube и нахожу время снимать ролики это делаю всего с большим с большим желанием милый зритель только благодаря вам потому что вы просто знаете как бы было стыдно все бросать проделав такую работу уже в течение более чем года работал сына мне нравится я этой работой очень очень довольна также у нас с ириной есть планы открыть еще один канал но это мы будем делать когда я перееду уже в германию потому что канал мы хотим открыть как бы с германии ну хотя бы потому что это финансово намного выгоднее это понятно и мы обязательно вам сообщим это будет абсолютно другая тематика канала но это тоже будет совместный канал и несмотря на то что у меня сейчас начинается иммиграция в германию я могу вам так сказать мы канал не бросим возможно поменяется название там рига берлин но тематика канала останется точно такой же мы подумаем как мы сыры это будем делать как мы будем снимать видео но наверное для вас дорогие зрители появится просто более широкий аспект обозрения то есть вы будете смотреть не только что в риге есть но и что можно найти в германии я так во всяком случае надеюсь что я эту тематику тоже в германии смогу снимать единственное что очень обидно что наверно не будет совместных видео но мы как-то будем думать как объединять в одном видео совместном может мы что-то придумаем может мы как-то будем это снимать в общем идеи какие-то есть мы сейчас их обдумываем всего рассказывать не будем но конечно как такие знаете блогеры закидываем вам интригу на будущее то есть исчезать мы не собираемся потому что мы действительно поняли что мы интересны людям может быть у нас не все гладко может мы не все правильно говорим произносим но реально мы интересны людям и мы вам очень благодарны именно той части позитивных зрителей которая нас поддерживает спасибо вам за позитив наверное что еще добавить я снимаю видео немножко приболела мне немножко там горлышко болит немножко температурка держится нет я не больна ковида я просто приболела просто сделала вирус потому что или простыла потому что у нас чтобы попасть секунг к сожалению сейчас нужно стоять очереди потому что пускает определенное количество людей когда знаете уже подмораживает постоять на улице можно и простыть вот наверное я немножко где-то так и простыла пока активно бегала в поисках клада и снимала новые видео я надеюсь что мы сейчас можем также регулярно как и раньше выкладывать наш контент радовать вас видео вы нас своим общением и комментариям потому что каждый комментарий мы вас читаем на каждый комментарий мы обсуждаем с каждым комментарием мы учимся и стараемся быть лучше так что спасибо вам ну наверное вот такие основные какие-то события которые я вам сказала которые сейчас происходили я сейчас вас уверяю со здоровьем у меня все в порядке на youtube я полноценно вернулась о чем даю вам полный отчет в этом ролике единственное что в жизни происходит какие-то перемены я вас всех люблю еще раз вам спасибо за поддержку будем снимать новые видео будем работать низкий низкий вам поклон наши доброжелательные хорошие милые зрители которые вы знаете по мне дали колоссальную поддержку вы меня буквально поддерживали во мне жизнь из меня уходили какие-то моменты депрессия просто не позволила себе раскиснуть наверное если бы не вы если бы не ваша поддержка наверное бы это все было намного дольше всем позитива всем хорошего настроения всем пока пока до новых видео до новых встреч до новых улыбок до новых позитивных моментов